Всем доброго утра, друзья мои. Посмотрите, какой красивый расцвет. 6.15, я встала на югу. Нахожусь в балконе в ночнушке. Не столько тепло еще у нас. Там базар уготовится. Вот такое у нас с утра. Классно встречать рассвет. Птички поют. Трудно ли мне вставать? Сегодня встать было. Мне трудно. Проснулась без 15.05. Думала, буду спать. Записи сделаю. Ну нет, будильник зазвенел, и я проснулась. Красота. Посмотрите на этих прелестей. 9.00, я на набережной. А море сегодня пушует. Подойдем поближе. Какой сегодня шторм. Я считаю, что это шторм. Прилив-то, видите, вешезлонги. До этих пор дошло море. А я смотрю, что люди купаются. Бабулечки там. Мамечки. Светлана бросила это дело. Люди продолжают копаться. Море распушевалось сегодня. Пошла я дальше. Ну вот, мои хорошие. Что значит утром вставать? Кто рано встает, тому Бог дает. Много дел сделано с утра. Немножко задержалась. А то можно и пораньше было выйти. На набережную. Но лучше позже, чем никогда. Что-то я тут цитатами, афоризмами с вами разговариваю. Пошла я быстрым шагом. Потому что вчера на ночь мы пришли с мужем. И поели хлеб с удюком. И я четвертушку съела. И это тяжело. Тяжело. Да, я почти очень плохо спала. Просыпалась несколько раз. Больше я такого делать не буду. На ночь с удю после десяти кушать запрещено для меня. Побежала я. Вы слышите море? Какое оно взволнованное. Я вчера здесь не снимала. Но смотрю, что здесь добавили камней. Там дальше. И здесь чуть-чуть. Потому что, наверное, зимой нас ожидает большая шторма. И они защитили набережную. Раньше, друзья, мой муж рассказывает, что море было до той улицы. Постепенно отходят воды. Увеличили набережную за этот счет. Ну, все. Видите, как красиво с утра. Я быстрым шагом прошла. Где ярмарка. Фестиваль. Пока все закрыто. Там сторожа есть, естественно. Так иду, и наслаждаюсь красотой. Спокойствием. И что мне не надо никуда бежать. Никуда спешить. Моя жизнь вся в моих руках. Я хозяйка. Никому не подчиняюсь. Ни на кого нет, не дружусь. Спасибо Богу за все. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, друзья, такое было хорошее настроение, и все испортилось. Сегодня мои внуки дороги должны были приехать по доме уже. Они выехали вчера. И в пол шестого проснулась я сама. Не могла спать. Фух. Оказывается, случилась очень большая беда. Я себя держу в руках. Стараюсь из этого негатива получить какие-то плюсы. Не паникую, ничего. Просто хочу объяснить, что они ехали на специально арендованной маршрутке. Много их было человек в семье. И эта маршрутка попала в аварию. Шофер заснул за рулем. И они оказались в пустынном месте. Никого нету поблизости. Машина. Хорошо, что дети спали. Никто не пострадал, слава Богу. Они все это во сне. Естественно, взрослые очень испугались. Да, водитель уснул. Он был один и взял с собой помощника. Это его большая ошибка. Хотя родственники предлагали ей сесть за руль. Но он отказался. И вот он заснул. Они остановились где-то в пустынном месте. Слава Богу, что это было начало шестого. Уже скоро, в принципе, через полчаса и расцвет. Но машина не двигается. Когда шла на берег, позвонила им. Была недоступна, отключена связь. Потом, когда возвращалась, позвонила. И вот получила такую информацию. Хорошо, что потом, оттуда, я бы не пошла на набережную. Но, конечно, это был для меня шок. Я позвонила маме и дочери. Мама уже напекала хачапури. Котлет наделала, борща наварила. Дети очень любят. Но сегодня они точно не приедут. Пять-шесть часов они от Стамбула. И все, и застряли. И сейчас ждут подмогу. В тот момент, когда я позвонила, сказали, что эта машина вообще не перекрекается, не двигается с места. Настолько было повреждено ее колесо. С Марей разговаривали. Она говорит, бабуля, я в шоке. Колесо поломалось. Бабуля, я в шоке. Такая девочка у меня рассказывала. Вот такая вот беда произошла. Но, слава Богу, Богу спасибо, что все живы. И я, знаете, что думала? Наверное, их Бог уберег. От чего-то плохого. Почему? Потому что в Батуме и в Куруе на побережье Черного моря страшные дожди постоянно. И это не чревато какими-то катаклизмами. Наверное, я уверена, что лучше пускай они задержатся сегодня. И это так было суждено Богу. Боже, помоги им всем и всем, кто в дороге. Все будет хорошо, я уверена. Друзья мои, мы только что пришли. Хочу поделиться с вами замечательной новостью. Дети в дороге. Когда мне сообщили уже час, они как выехали, машину подчинили. Слава Богу, с Божьей помощью все будет хорошо. Я очень сильно нервничала и переживала за детей. Из головы не выходила. И напилась карвалолу, валивянку и пошла. Когда я сидела в очереди, ждала свой час прививки, позвонила. Мне позвонили и сказали, что они уже час как в дороге. У них все хорошо. И они будут в Батуме, наверное, после часу ночи. Очень поздно. Прилягу и так с вами поговорю, мои дорогие. Что я еще хочу сказать? Да, что я наконец-то сделала вторую прививку. Чувствую я себя хорошо. Доктор мне выписал. Ну, я попросила, чтобы она мне выписала лекарство, пароль. Еще я попросила, чтобы она мне выписала лекарство для глаз. И таблетированные антигистаминные препараты. Ариус, кажется, она мне выписала. Ариус. И аллергол. Кажется, такие капли. Нельзя показывать лекарства, чтобы вы мне не забанили. Мы зашли на базар. Купили мало чего. Потому что я в одном из видео говорила, что наши все деньги уходят в унитаз. Мы выбрасываем. Еще не поели, они освободили. То, еще у нас остались и яблоки, и корольки. Что-то в этот раз меня осилили. Все фрукты. Дыню доели недавно, когда купили. И как только съедим все, тогда будем покупать новое. Добавили только помидоры. Помидоры сегодня дорогие. Да, были даже по 7 лир я видела. 5-8 даже было помидоры. Но мы нашли по 4. Зелень взяли по лире. Вот прям возле нас купили виноград. Возле нас вот как раз продают. Здесь, видно, собственники по 5 лир за килограмм. На базаре 7-8 лир килограмм. Сегодня бананы были по 10 лир я видела. По 9-50 даже видела бананы. Сейчас чувствую я себя нормально после прививки. Но мне говорят, что вечером будет. Но ничего страшного. Я уверена, что я справлюсь с этим. Самое главное, чтобы детки мои доехали хорошо, без осложнений. Буду стараться звонить им. Сейчас больше всего хочу выпить кофе. И сейчас приготовлю кофе. И выпьем сашки вам кофейку. Вчера мы купили сучук. Показывала я вам или нет? Сейчас покажу, какой сучук купили. Вот. Посмотрите сами. Грибы у меня есть. Бамия у меня есть. Сейчас я буду ее готовить. Курочка у меня есть. Зелень есть. Мы еще купили. Йогурт есть. Взяли мы с мужем вот такой сучук вчера на ярмарке. Видите? Сегодня я ему жарила с сучуком. О! 125 лир стоит это все. Вот 4 кольца взяли. Но я сейчас думаю, его на балкон может повесить. Смотрите. Докупили вот такие помидорчики. Все у нас есть. Есть и баклажаны есть у меня. Вот один кабачок. Суп можно сварить начинает. Лимончики взяли, помидоры. Морковь есть. Перец есть, как вы хотите. Красный. Ну все у меня есть. А чем еще покупать? Вот. Все у нас завалено. Заполнено холодильник. Еще есть молоко, которое детям покупала. Не знаю, как его, куда его использовать-то. В общем, как-то так. Видите, друзья мои дорогие. А, вот такой виноградик взяли мы. Патетлер нормальный. И вот сколько у нас фруктов. Моё белье уже посохло. Какая жара на улице. Друзья, жарища и цветы надо поливать. Вы понимаете, что в Мерсине происходит? Какая жара. На машинах, кстати, здесь вот намного дешевле можно купить что-то, чем там салат, листья салата в 8 лир. Это что такое? За 8 лир я куплю грибы. Очень хотелось Цезарь сделать себе. Что-то мне на сон кланит и тянет. Кстати, я до прививки выпила антигистаминное. Вот поэтому оно и дает свои результаты. Сейчас я переоденусь и хочу отдохнуть. Я сегодня очень устала на пробежке по набережной. У меня прям мышцы и йога у меня была сегодня такая сложная. Я задействовала мышцы всего тела. Когда делаешь с любовью, прочувствуешь каждую мышцу, поверьте, результаты дают о себе знать. У меня пресс такой вообще. У меня всегда был пресс. За моим животиком, жирком всегда градался прессик. Друзья мои, я пойду переодеваться, пойду кофе пить. Что-то мне потянуло на сон. Сегодня на ужин у нас будет бамья. Сейчас мы вместе с мужем почистили ее. Это моя половина, это мужа. И он побежал с другом на набережную. Но перед этим мы выпили кофеек. Почистили. Сейчас я это все помою, приготовлю, пока себя чувствую хорошо. Но я думаю, что будет все хорошо, нормально. Я, если что, вам все сообщу. Немножко начинает, немножко начинает. Рука такая, тяжесть, да, ну что там, наконец-то что-то произошло, укололи. А то вообще ничего не чувствовала. И сейчас сижу, включила, давно не смотрела передачи. Вот я вам тоже советую, с чего я начинала изучение турецкого языка. Есть такая программа на ТВС-8. Емектеис. Зухал, тупала, емектеис. И вот смотрю, как турчанки готовят. Она принесла сейчас с супермаркета все продукты. Также горошек, огурцы, черный перец, пакет. Вы представляете, масло растительное. Она все перемыла. То есть вот эти банки, которые там лежат, да, она их помыла под краном. Перец там в упаковках. Все протерла влажными салфетками. Я думаю, боже, насколько они больные. В каком смысле? Чистюли. Вот такие вот дела, друзья мои. Вот так готовят турчаночки. Вот это очень хорошая передача. Тут 5 человек каждый день. Они готовят обед. Приглашают других. И таким образом все кушают, критикуют. И выбирают победителя. Буду сейчас быстро помою. Приготовлю. Тут готовить ее нечего. Рецепт есть. Мы будем без мяса делать. Там у меня есть рецепт, где я впервые готовила. Конечно, у меня мясо там. Я сама смотрю, что оно чересчур переготовилось у меня. А в этот раз будет без мяса. Лук, чеснок, томатную пасту, помидор, лимон выжать и баамью. И до полной готовности. Вот так она легко готовится. Но вкус обалденный. И рядом с ней я подам, сделаю плов из булгура. Вот такое будет у меня меню сегодня. Вот моя бамия. Только что я добавила воду. Уже все добавлено. Пряности, соль. Сейчас ее остается накрыть крышкой. И готовить. И вот решила. Булгур, оказывается, закончился. Наташка, ему сказать. Приготовлю такой плов. И салат приготовила. Чувствую себя хорошо. Как и прежде. Силы есть. Вот поставила салатик. Только его посадить и заправить лимоном. И, друзья, вот такой у меня ужин. Сейчас попробую в лобами. Она такая вкусная. У нее какой-то необыкновенный вкус. Но очень вкусный. Она не похожа на фасоль. Ну, не могу передать. Вам нужно самой попробовать ее. Но очень вкусная, поверьте мне. А я сейчас пойду снимать сережки. А то уже уши обнесли. Они не такие тяжелые. Но все-таки, как я вам с сережкой. Вот так вот, друзья мои. Все нормально. Все хорошо. С детьми постоянно на связи. Звоню им. Все будет хорошо. С Божьей помощью. Мама аж плохо с сердцем. Не у дочери. Всю ночь мы чувствовали втроем, что что-то не то. Не могли заснуть. Просыпались. Вот что значит инстинкт. Мать все чувствует. Что происходит с ее детьми. Ой, не знаю, видео какое получилось сегодня. Наговорила я вам всего. Но вы все равно понравится, не понравится. Пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. И делитесь моим каналом со своими близкими друзьями. Буду вам очень благодарна. Спасибо большое. Будем ждать мужа. И, наверное, ничего больше не буду снимать. Сейчас, как мы поужинаем, я лягу, смонтирую вам видео, а потом порисую мне и работа. Или еще что-нибудь. Все вам хорошее. А, кстати, я сейчас вам покажу, чем я занималась вчера и что я рисовала. Я столько рисую в последнее время. Решила вам в этом видео не показывать свои рисунки. В следующем хочу показать вам еще лучше. Красивый вид. Это один красивый вид. Это второй красивый вид. А это треть. Здоровала соседкиным мужем. Он со мной здоровается. Сейчас можно взять все по самой низкой цене. Какая разница? Знаете, вот здесь вот мы взяли виноград по 5, а на базаре по 8. Почему? Потому что они продают здесь свое, а там скупщики. Ну, их поэтому и гоняют. Там они платят налог, а эти все себе. Нелегалы называются. Цветы надо поливать. Так они быстро пьют. Много воды пьют. Жара такая у нас. Днем 30, вечером 26. Мандаринки. Что-то сейчас ничего не хочется. Валашка. Позвоните Индеру, чтобы он купил булгур и рис там на базаре. На развес. Там тоже это дешевле. Сегодня на базаре мы так прошли с ним. Я увидела русскоязычную пару. Уже второй раз их встречаю. Но сегодня они еще с кем-то были. Не заметили меня. А у моего мужа такая реакция. Как видит кого-то, кто разговаривает на русском, мне сразу дергает за руку. Ну, посмотри в ту сторону. Ну, кто на меня смотрит, я, естественно, так вот. Всегда здороваюсь. Но не со всеми. Сегодня на набережной гуляла и пары молодые. Три пары, наверное, прошли, так, или четыре. Они, видно, шли на море в наш район, через набережную. Я так упорно смотрела. Девушки-то не смотрят. На мужчин смотрела тоже не смотрят. Парни молодые. Ну, по-другому они, да, жили. Серьезные такие все были. Никто в мою сторону не посмотрел, как я не заглядывала. Но ничего. Кто хочет, с тем я и буду здороваться, общаться, разговаривать. Ладно, девочки-мальчики, вот сейчас, наверное, точно я заканчиваю сегодняшнее видео. Всем приятного аппетита, спокойной ночи, доброго утра и до следующих видео, мои дорогие.